Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григория продолжаем играть в игру Spintires, в которой мы находимся на карте Loot, в режиме Hardcore, Single Player. Итак, что же у нас за расклад был в предыдущей серии, а именно, у нас ночь, во-первых, 2.45, 2.46, часть карт у нас открыта. Некоторое количество техники эвакуировано. Есть у нас К-700, Урал 4320, 535 МАС и 255 КРАЗик. Что ж, сейчас, в данный момент, я двигаюсь в сторону гаража, хочу попытаться открыть гараж. Поэтому мы на КРАЗе как раз пробираемся по лесной дороге сейчас. И у нас он не оборудован специальными внедорожными колесами, средствами, впрочем. Поэтому мы пытаемся вот как-то проехать просто на обычных колесах. Ну, вроде пока тянет неплохо, и мы вполне можем радоваться жизни. Так, что же здесь? У нас здесь вот эта вот лужа, которую мы в прошлой серии на Урале преодолевали. Посмотрим. Я думаю, не стоит у нее сейчас ехать, конечно. Вот поэтому я поеду чуть-чуть сбоку. Здесь как раз уже кто-то накатал колею. И мне сейчас главное доехать. Не знаю, откроет мне этот гараж или не откроет. То, что вот я тут сейчас привезу. В любом случае, доберемся до заправки. И там уже видно будет. У меня здесь немножко, у него, конечно, трудность. Смотрите, колеса вообще выглядят лысыми просто. Здесь все залепило грязь. Ну, так, ничего вроде. Прошел он, конечно, на ура. Наверное, у нее проблемы будут, если по водной стихии передвигаться там по реке. Это да. Так, ну что ж, подъезжаем в гаражу. Думаю, просто вот здесь по дорожке сейчас заехать. Камера, конечно, немножко сумасшедшая в этой игре. Она постоянно приходится управлять камерой. Болтает ее туда-сюда. Мне кажется, даже может было окружение какое-то. или там какой-то эффект морской болезни вызвать, скажем, укачиваем. Не знаю, ничего мне не далось здесь. Ремонт, я так понимаю, у меня есть... Да. Так, ну, а мы продолжим пока... Наверное... Двигайте Урал в сторону. Тоже гаража, потому что нужно оцепиться от этих прицепов. Все-таки их надо куда-то в одно место, наверное, поставить. И... Вот он, наш родимый. Попробуем двигаться там. По тому же маршруту, по которому прошел первые... Первые участники конвоя. Так, здесь уже, конечно, ему с этим грузом тяжеловато. Повреждения у него минимальные, но, видите, он нормально укащит. Сейчас вот перевалить через этот вот выступ нужно. Там уже будет, наверное, проще, я думаю. Сразу же... Да. Сразу же надо налево уходить. А у нас, кстати, рассвет, и это очень здорово. Потому что... Ночью, конечно, все прекрасно, но... Устаешь... Ночью... Быстро. Хочется, конечно... Посветлее, чтобы было. А может быть, на нем-то, кстати, и лучше было съездить вот туда куда-нибудь... Исследовать. У нас еще КАМАЗ, кстати, есть. Мы попробуем сейчас следом на КАМАЗе пробиться вот в этом направлении куда-нибудь. Возможно, откроем даже вот эту вот часть. Со мной, видимо, я так понял, без него гараж не активировать. Так, а, у нас ремонт тут есть, по-моему. Сейчас попробуем ремонтировать МАЗ тогда. Запас ремонта вот в этом триллере. Хорошо тянет, конечно, на заблокированном дифференциале. Так, я даже вообще не представляю, вот такой прицеп тащить в безище. Не буду здесь никуда сворачивать, сейчас просто масло выпечу к нему. Посмотрим, есть ли там ремонт или нет. Заодно, возможно, дольем остатки топлива. Так, чейндж трак. И посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, а у нас есть топливо, да, отлично. Дольем сюда топливо. Ремонт. Полностью отремонтировал. Отлично, ремонт есть. Что ж, тогда можем, наверное, этого заглушить пока. Стоп-энджин. И выбрать Урал, чтобы ехать дальше. Так, Асами. Выбираем ту же схему движения, по которой мы ехали раньше. И вперед. Интересно, кстати, вот вес меняется. Это трейлера, когда из него сливаешь топливо. По идее, должен меняться. Тут и здесь приличная бочка стоит. Интересно, что у него рядом с колесом дополнительный бак стоит сверху. Все время здесь за дерево цепляются все. Водит его немножко, конечно. Не знаю, может быть, это, конечно, для него не порыву кровать, а еще такой прицепный. По мне, так, вполне техника настолько, так сказать, выносливая, что... Наверное, даже... У него еще запас какой-то остается премьер. Идет так, что грех жаловаться, я думаю. Ах, красотища, утро. Утро. Утро спинтайрс. Люди, конечно, работают, которые в реальных условиях подобно. Я не знаю... Это просто какие-то, я не знаю, из гранита, что ли, эти люди. Ведь это же... Порой... Там, не всегда получается. Не двигаться по этим дорогам. Конвоем иногда поодиночке. Ведь надо, там, учитывать, что можно застрять и где-то посреди Тайки. ей придется там какое-то время пока кто-то приедет вытаскивать выживать как-то там да, целая жизнь а не работа как на войне почти такие условия труда как реально война так 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 заедем направиться сразу если бы вот подобную графику совместить с играми процедурно генерируемых миров это вообще было бы конечно конечно процедурно генерируемые миры и будущее всех игр просто напишут программисты алгоритмы алгоритм и более универсальные для создания всего все будет делаться да тут конечно тенденция игр современных попытаться подменить реальность я уж не говорю про всякую дополнительную дополненную реальность и просто виртуальную реальность ну и страны все конечно здорово интересно но глубокий вопрос философский возникает почему так человека тянется к имитации реальности если реальность вокруг него находится я мне кажется это связано с тем что насколько доступны для этого человека участие в этой реальности насколько он сам способен и его ресурсов текущих которые у него есть сам активно участвовать в этой реальности например захотелось вам поводить того грузовик где вы его поводите не ну можно конечно арендовать его и там возникает куча проблем всяких так а мы хотели с вами взять вот этот вот камаз для вот этот камаз которым судя по всему у нас находятся эти части для нашего гаража к и собственно проехать по этому маршруту смотреть его не знаю сюда как-нибудь наверно возможно добраться вы до этой закрытой части поехали тоже будет непростая поездочка потому что во первых в одиночку идем с прицепом а третьих утряка нас еще видимо разделяет и поэтому неизвестно садить вообще скрытая часть она пойдем не будем экономить топлива пойдем наверно на заблокированном полном приводе сразу что что крайне случае спасатели вышли так а у нас же здесь этот получается лесопилка а нам сюда нужно возить вот сюда нам нужно возить от куда все ясно давайте тогда быстрее нам этот маршрут вероятно в любом случае нужно было бы открывать вот эту дорогу вот это вот так вот это по моему дорогу вот это вроде выглядит такой нормальный Думал дорога будет крепче, она погружается и погружается Не, вот нормально будет, наш москоп Вот и скалы тут Пока идем, вполне себе Виды с кабины нет, вот жалко тоже, да Почему, непонятно Возможно это Какие-то технические ограничения накладывает Смотрите, сделано даже, что тент у кузова ходит ходуном И вот эта вот задняя крышка, она отдельно двигается Я только сейчас заметил, вообще здорово Ну, это, кстати, наблюдательность, я имею в виду разработчиков Когда вы видите в играх такие интересные решения всякие Это говорит о том, что люди, которые делают эти игры Они наблюдают за окружающим миром И эти вот особенности замечают, а потом реализовывают За что им большое спасибо Ну, хоть ничего пока еще, да, терпимо Я тут практически лебедки-то даже и не пользовался Я тут практически лебедки-то даже и не пользовался Только для того, чтобы прицеп подтянуть к себе поближе Чтобы не ездить за ним Это хардкор Особо что-то хардкора-то и не чувствуется Что-то она на легком-то Так, ну здесь уже совсем что-то скучновато стало Поехали-ка на полный А, камней тут видно много Недавно как-то проезжал мимо завода КАМАЗ На КАМЕ На реке КАМА Вот, и там, конечно, завод развивается очень хорошо У них там все вроде в порядке Большой модельный ряд По-моему, они даже заявили, что собираются делать электрокары Ну, имеются электромобили И, по-моему, даже чуть не беспилотные Чуть-то не беспилотные Чуть-то такого плана Какая-то информация там была Я ж сейчас не помню, но Очень чудно звучало Ну, мало ли, посмотрим, посмотрим Будем посмотреть, как говорится Беспилотные внедорожные грузовики Вы можете представить? Пока нет Итак, а тем временем Мы куда подъехали-то Ну, как раз мы к разливу и подъехали Смотрите, топливо сожгли при этом Что-то он немножко встал у меня Так Сейчас вроде нормально Пошло дальше Вот такой дымочек пошел Это как этот пар От раскаленного Радиатора, вода Ну, что ж Здесь, я думаю, нам надо проверить Да, вот как у меня метка стоит Я удачно как-то ее попал А, ну, правильно Там он На закрытой части Он на островке Ну, нам туда, конечно, нужно добраться В любом случае Попробуем Наверное, по прямой А, по прямой Ну, вот по берегу Опасный уровень воды Да Такая Такая Такой разлив Даже непонятно Куда ехать Следить приходится за водой Даже А не за направлением Туда едешь Видимо, впереди как раз Глубина большая Что еще Рвануть Вперед Или Назад Хочешь, конечно Вперед Не люблю вообще Назад Двигаться Опа, опа, вот Смотри Смотрите-ка А Она Стала Капать Повреждения стали Капать Может быть Вот тут Мне Удастся Пройти Интересно Кстати Вот Они Здесь Сделали Так Что Двигаешься По воде Она Видно Попадает Заборник И Средственно Повреждения Двигателя Наносятся А в реальности Ей Должен Просто Залить Двигатель Полностью И все Или там Какая-то система Существует Так Ну смотрите Добрались Вот сюда И Что я здесь Вижу Здесь я вижу Что Огромное Такое место Здесь Водное Пространство Которое Мне как-то Надо преодолеть И скорее всего Я сделаю Наверное Таким способом Не знаешь Куда Вот отсюда Лучше Вот сюда Или вот Сюда Ну ладно Попробуем Ну да Здесь делать нечего Я думаю По стравкам Придется Двигаться Думаю Не без Повреждений Придется Здесь Идти Хотя Видите Тут Вроде Не так А нет Пошло 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 Ну куда 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 28 Давай 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 Тяни Ты что Что застрял Слушайте ну Ну Так давайте еще Туда Может правей Расшевелить Его просто нужно Ну никак Застрял И не идет А вот Все Должно Сейчас Думаю Вытянет Да Все Включено Здесь Кстати Даже И засыпаться Не за что Так Ну Вроде Вот Эту Вытянули Это Самое Главное Да Уж Самое Главное А дальше Он все Не идет Так То ли Против Течению Тяжело То ли Я не пойму В чем дело Вообще Может быть Его блокирует Прицеп Конечно Ну Лево Право В принципе Вот Кручение Рулем Очень Так Помогает Выходу Но Сейчас Что-то не очень Так Ну Тогда Сделаем Ну Вот Что Когда Мы Сделаем Так Откат Сейчас Назад Прям Сразу Влево И Опять Тогда Вперед Дальше Тоже Левее Наверное Нет Он Просто Принципиально Почему-то Стоит И Не Хочет Двигаться Подождите А что у меня Прицеп Да Прицеп Тоже У меня Не Очень Хорошо Стоит Давайте Ещё раз Попробуем Да Назад Не Сломать Этот Прицеп Можно Ещё раз Попробовать Левее Не Думаю Не Очень Странно Очень Странно Застрял И Так Да В залом Уже Пошло Так У меня Сейчас Слышите Ну не пойму Вот То ли Прицеп Ему Не дает Двигаться Что происходит Не Хотелось бы Конечно Бежать За Помощью Расшевелю Теперь Вправо Расшевелю Да Уж До берега то недалеко Вправо Роль смещается потихонечку Так Ещё раз Сейчас Мы Так Немного Объехал Опять Вперёд Ну Вроде Пока Вылез из этой ямы Там какая-то яма Точная была Да Да Уж И это было Нелегко Я вам хочу сказать Так Ну здесь Надеюсь Нету Какого-нибудь Провала Такого-нибудь Подводного Опять Ааа Может быть Это ещё Влияет Течение Конечно Таксильно На него Что Он Не вытягивает Так Ну Вроде Ползёт 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 Тихоньку Да Даже В этой воде Если бы не страшки То вообще толком даже Ориентира бы не было Ну Здесь Хоть Нет Этих Подводных Деревьев Больше всего Не люблю А Вот Островочек Да Действительно Островочек Значит его отметил Просто После этого островочка Мы направо Уходим Прямо По течению Можем Быстро Долететь До этого До берега Ой О-ой-ой Опасный Уровень Воды Давай Разворачивайся Быстрей 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 Пошёл 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 Ну Здесь уже видно дно хотя бы неплохо неплохо но все вроде выбрались да было интересно конечно здесь не знаешь что на дне но моя тактика по движению по островкам вот так сработал потому что все таки островки как минимум это еще и ориентиры может быть они не такие надежные так думал мне этот маркер не нужно уже все топливо практически сожгли на этой переправе но зато зато прошли ее попробуем мне не хочет смотрите хочется но придется на повышенном верни пониженной передачи двигаться но здесь киоск лоб не мне сейчас ни до каких ни до киосков мне конечно нужно быстрее для дорожа потом и вообще топлива хотя бы здесь есть так тут уже возились с этой переправой очень приличное время я думаю что сейчас как раз нам нужно быстрее добраться добраться до гаража там починиться заправиться кстати тоже камни камни смотрите вот для этого наверное нужна здесь будет техника чтобы с дороги расчищать сделать возможность к сожалению мне ничего толку не рассказали потому что секретная информация где нельзя делиться вот мне сказали что вот будет обновление скорого день может через месяц и которые всех очень сильно удивит очень круто там все будет раскрывать тайны нельзя пока так что я вместе с вами так что я вместе с вами жду когда меня именно удивят ну а спинтайроса у меня только положительные эмоции у меня одна была то вот я думал что игра загнулась полностью вот это меня тогда сильно расстроил потому что подумал что ну вот одна такая игра уникальная и она все мол накрылась однако нет она не загнулась более того ее взяли под крыло а теперь я думаю с нее уже ничего не будет плохого да вот здесь уже надо вот на этот наверно все таки на полный привод с блокировкой доедем мы вообще до туда или нет но вроде должны уже тут рядом где то мы ездили так что у нас фары отмаза что ли отмаза какая то так нет так быстрее он не идет нет идет практически всегда только на блокировке с полным приводом порядка и для фарта так неплохой расход у него хотя так чешет ну вот я говорю на высоких оборотах очень большой расход у него Ну как и там у Урала тоже самое. Обалденно, конечно. Все цепляются за этот, за это дерево. Так, а что здесь мы вот так? Не-не, расход гигантский просто. Лучше медленно, но доползем, наверное, я думаю, все-таки. Да, уж так, а что если мы выключим полный привод? О, смотрите-ка, выключил полный привод и расход сильно уменьшился, но оставил сблокированный дифференциал. В принципе, скорость не изменилась. Так, понимаешь, что полный привод у него просто задняя тележка-то всегда на полный привод, а передняя подключается, видимо, дополнительно. Да, в некоторых местах все-таки придется включать и этот. Так, 39 литров осталось, есть 350. Мне нужно успеть докатить. Все отключил, ползет еле-еле. Да. Б Ну да. Б 30 литров аж 28 давай давай немного осталось друг ну это было вообще конечно сейчас не доедет вот это будет очень обидно давай давай наблюдаем за колоночку пожалуйста успеем 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 до должны успеть смотрите-ка вот там получается 13 литров осталось 350 ну чтож зато залили топлива всего можно спокойно ехать дара ну как откроют нам не откроют гаражик то сейчас узнаем буквально через одну минуту но для этого нам надо преодолеть вот это вот последнее местечко неприятное какая-то супер грязь тут склеим что смешанная не поймешь такая вязкая прям вообще осталось только теперь запарковаться так выгрузить 4 очка гаражных выгрузить ура еще достижение я получаю и цитлер то есть я во время потопа этого конец добрался до гаража вообще это здорово а у меня забрали при сетах понятно и еще это у меня сняли кузов ну что здорово мы в этой серии прям точно уложились и и концу выполнили задание по маршруту так это отключаем вот поэтому маршруту от начала мы проехали до гаража топлива нам хватило прям впритык что ж спасибо вам за внимание это был спинтайр с вами был григорий до новых встреч пока